Один из поездов здоровья, курсирующих по региону, добрался до Ракетянской Дмитриевки. Качественное обследование, консультации узких специалистов. В среднем за день здесь около полусотни пациентов из села и соседних территорий. В последний раз когда делали кардиограмму? Нет, я не помню, не помню. Вот тебе более надо сделать. Востребован ли автокомплекс, оценил губернатор. Главное – мнение жителей. Вас специально собрали или вы сами пришли? Вот всё-таки надо. Нет. Собственное здоровье – это превыше всего. Такой экспресс здесь ждали. В Дмитриевском сельском поселении полторы тысячи жителей. Большинство – взрослые. Часто ездить в райцентр могут не все. Поэтому в приоритете у медиков отдалённые сёла и хутора. Действительно, людям удобно, им это интересно. Они приходят, сразу получают всю необходимую помощь. Они идут как и по записи, так и если кто-то решил, действительно, мы тоже и вне записи принимаем этих пациентов. После поезда здоровья в местную ЦРБ. Здесь Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта. Здание нуждалось в нём давно. У нас есть несколько кабинетов, где недавно окна были поменены. Но в целом ремонт был здесь 2003 год. То есть многое уже, конечно, очень сильно прогуляло. А кровля здесь просто была в аварийном состоянии. Поэтому, когда её подняли, мне показали, там жиломестное было. Там текло очень сильно. К работам приступили в апреле. Закончить по плану должны уже в конце года. В Ракитном глава региона также повторно посетил несколько объектов благоустройства. К примеру, на улице Комунаров приводят в порядок дворовую территорию. Недочёты, на которые губернатор указал во время предыдущей рабочей поездки, уже исправили. В муниципалитете Вячеслав Гладков провёл и личный приём. Записались 12 человек. Темы, как всегда, разные. Например, Александр Тобиш из села Нижней Пены приехал с просьбой очистить водоём. Как отметил губернатор, охватить все территории сразу невозможно. Спрос на расчистку рек и прудов большой. Объекты, которые нуждались в этом в первую очередь, выбирали сами жители. Я хочу такую практику сделать и в этом году. В августе, ну, скорее всего, в сентябре, главы тоже проведут опрос по селам, в районах, что нужно чистить на следующий год. И мы составим такой же список. Вот в этом году 73 объекта. На следующий год тоже не меньше будет объектов. Тоже по всей области начнём чистить. Итак, будем поставить. Если не будет хватать, я посмотрю, может быть, ещё купим пару зимоснарядов. Задать вопрос главе региона смогли не только те, кто записался на личный приём. После него организовали и встречу с жителями возле здания администрации. Желающих несколько десятков человек. Рабочая поездка Вячеслава Гладкова в Рокетянский район выдалась насыщенной. И самое главное, что в ней было очень много общения с людьми. Все пожелания и замечания рокетянцев взяты на контроль. И соответствующие поручения Вячеслав Гладков уже отдал своим заместителям и главам профильных министерств. Михаил Перетокин, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогурья.